друзья всем добрый вечер четверг 20 часов и я прямом эфире по нашей традиции ну давайте как обычно напишите пожалуйста в чате справа от видео как меня видно как меня слышно проверим и после этого начнем так я тоже для себя дополнительно проверю так вроде бы звук есть для тех кто не может написать справа в чате вам нужно зайти в свой аккаунт youtube так ольга калицкая пишет плюсик значит все нормально да спасибо ну тогда мы начинаем я представлюсь для тех кто меня не знает то первый раз зовут меня михаил измайлов и сегодня речь пойдет о финансах о финансовом консалтинге о деньгах и о недвижимости о жилье кому эта тема интересна оставайтесь получите для себя очень много полезной информации собственно говоря кто я такой финансовым консалтингом я занимаюсь 2007 года то есть уже 11 год и веду этот бизнес исключительно через интернет и пропагандирую такой вот свободный стиль жизни для того чтобы зарабатывать деньги не выходя из дома и путешествовать но и соответственно в путешествиях зарабатывать себе на следующее путешествие собственно говоря только вернулся из своего очередного отдыха прошлый четверг мы с вами не встречались потому что я уезжал ну и как говорится план выполнен за неделю отдыха в одной стране я заработал деньги на следующий свой тур вот именно такой стиль жизни я пропагандирую и профессионально обучаю этому всех желающих поэтому если у вас есть такие планы такие цели вам близок такой стиль жизни обращайтесь ко мне с удовольствием с вами поработаем и всю свою команду я обучаю такой вот деятельности ну а сегодня как я уже сказал мы с вами поговорим о финансах и я являюсь представительным финансово консалтингового холдинга который называется the life is good и сейчас подробно поговорим об этом я загружу свои слайды на это время камера у меня отключится под окном сигналят автомобили и кричат 5-0 я так понимаю что матч россия с аудовской аравии счет 5-0 в нашу пользу если это так то подтвердите мне пожалуйста напишите что-нибудь в комментариях так а я включаю экран так все показ пошел как я уже сказал что я представляю компанию life is good естественно что это официально зарегистрированное юридическое лицо и сейчас регистрационные документы вы видите на своих экранах компания зарегистрирована в белизе штаб-квартира находится в австрии в вене вы видите сертификат соответствия системе менеджмента качества и сертификат инкорпорации компания основана в 2014 году и есть такой очень известный сайт business for home или бизнес для дома который рекомендует компании прямых продаж для как рекомендация для деятельности и наряду с такими мировыми гигантами как компании эйвен амбей гербалайф здесь можете увидеть компанию life is good и президента компании романа василенко который является моим непосредственным руководителем в этой компании и какие же продукты предлагает холдинг life is good как я уже сказал это жилье и наш жилищный кооператив best way и это финансово-аналитическая компания гермес менеджмент это наш зарубежный партнер который позволяет нам надежно и очень выгодно сохранять наши капиталы ну и также есть еще международная бизнес академия айбиэй которая предоставляет сотрудникам холдинга первоклассное образование и сейчас поговорим как раз о наших партнеров которые преподают в этой бизнес академии то есть это не просто яркое красивое слово это лицензированное образовательное учреждение то есть holding life is good имеет в своей собственности лицензированное образовательное учебное заведение в котором преподают люди с мировыми именами и одного из них вы сейчас видите это всемирно известный человек автор соавтор фильма секрет боб дойл думаю что каждый из вас смотрел этот фильм либо читал эту книгу о законах притяжения если вы до сих пор этого не сделали то обязательно почитайте посмотрите фильм рекомендую также с нами работает дагвид это меценат оратор историк президента в сша человек который почти 20 лет отработал в белом доме помог выиграть выборы не одному президенту сша точно также он преподает в нашей академии айбиэй далее алан пис но это человек не нуждается в представлении известен в мире как мистер язык телодвижений соответственно есть такая же книга и же язык жестов язык телодвижений очень много их там вышло обязательно я помню вам почитать андре свинс наш партнер из германии чемпион мира по продажам точно также тренирует нас и я недавно проходил обучение у него очень классный человек говорит по-русски поскольку вырос в казахстане в советском союзе потом переехал в германию и сертификат о партнерстве вы видите с левой стороны она на ваших экранах все официально эти люди преподают у нас в нашей бизнес академии рон дженсен известный также бизнес тренер преподает в нашей академии александр друзь проводит для нас официальные игры что где когда здесь не нужно думают представлять этого человека и говорить что такое игра что где когда кстати ближайшее время в августе этого года состоится игра в санкт-петербурге у нас будет балтийский форум поэтому всем рекомендую там побывать очень красивое мероприятие такое зрелищное событие александр владимир соловьев обучает нас жестким переговором известен как классный переговорщик точно также он с нами сотрудничает и преподает в академии айби сейчас не буду перечислять абсолютно все наши заслуги все наши всех наших партнеров потому что коротко представлю что такое holding life is good и уже перейдем к основным продуктом потому что презентации карьера в компании эта тема отдельной лекции а естественно что у нас поддерживают сми нас поддерживают и государственная дума и правительство у нас есть множество наград соответствующих чуть позже об этом поговорим роман василенко президент компании life is good встречался с дональдом трампом еще до того момента как он стал президентом россии президентом сша что-то я сегодня после отдыха думаю россии поскольку чемпионат мира поэтому видимо у меня идут оговорки дональд трамп известен нам всем как бизнесмен и человек который несколько раз становился банкротом из состояния в несколько миллиардов долларов он переходил в долги в несколько миллиардов долларов но каждый раз выходил из этой ситуации победителем и снова становился миллиардером и узнав о бизнес-модели который придумал роман василенко он был удивлен что да действительно такого в мире еще никто не делал такого не существует и похвалил нашу бизнес модель но как бы для нас это тоже о многом говорит как я уже сказал наши продукты это надежный инструмент для сохранения и приумножения капитала эта компания гермес менеджмент и счет виста а также социальная программа простого и доступного решения жилищного вопроса через наш жилищный кооператив best way как я уже сказал естественно в компании есть карьера и эта тема отдельной лекции но скажу вам что карьера здесь замечательная первоклассная и на данный момент сотрудничество с компанией life is good является моим главным и единственным источником дохода я уже много-много лет нигде не работаю и зарабатываю только здесь здесь мы видим команду президента с правой стороны собственно говоря президент компании и мой непосредственный руководитель роман викторович василенко доктор экономических наук и также президент международной бизнес академии здесь вы видите наше мероприятие история компании на компании была основана в 2014 году на сегодняшний день компания насчитывает порядка 17 тысяч сотрудников но и естественно стабильно развивается мы прошли этап становления любой компании три года до когда обычно над над любой компанией которая находится в начале и заявляет о том что она такая классная у нее супер продукт которого нет в мире можно сказать что любая компания об этом заявляет что у нее самый лучший в мире продукт и естественно над этими компаниями пока что они еще молодые зеленые все смеются мы прошли тот этап когда над нами все смеялись говорили что мы скоро закроемся что мы не вытянем с такой бизнес моделью и так далее то есть нам уже никого ничего не нужно доказывать а у нас есть множество наград множество признаний на федеральных телеканалах о нас пишет вся бизнес пресса поддерживает госдума и мы уже переболели как я называю детскими болезнями и как говорит сам роман василенко мы создали самую эффективную систему бизнеса и безоговорочно превзошли всех конкурентов но я здесь до всегда добавляю свою собственную фразу что мы конкурентов не превзошли потому что конкурентов у нас просто не существует и действительно тот продукт который предлагает компания life is good такого продукта на планете земля просто не существует и нам некого пока что на сегодняшний день обходить обгонять здесь я закончил с представлением самого холдинга и сейчас я загружу на следующие слайды непосредственно поговорим о наших продуктах о жилищном кооперативе и о компании гермес менеджмент вы пока напишите в комментариях как меня было слышно и видно все это время чтоб я понимал что разговариваю не сам с собой так вот я нашел слайды загружаем так да 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 все отлично хорошо значит продолжаем все меня видят все слышат так включаем пока с экрана так все есть показ на этом слайде вы видите официальную встречу в кабинете госдумы роман василенко встречался сергеем мироновым с лидером партии спередливая россия почему именно с этим человеком потому что сергей миронов является таким ярым сторонником жилищной кооперации и его партия написала очень много-много законов жилищных имена жилищное законодательство и в данный момент точно также ведется работа над улучшением над редактированием жилищных законов в нашей стране именно поэтому поскольку роман василенко является доктором экономических наук и защитил диссертацию по теме жилищной кооперации собственно говоря он и консультирует депутатов партии справедливая россия по улучшению того самого жилищного законодательства и как я уже сказал наш жилищный кооператив это наш флагманский продукт вы видите сейчас адрес официального сайта на своих экранах можете пока зайти посмотреть почитать информацию открыть у нас есть калькулятор ну и параллельно сравнивать информацию которую я говорю рассчитывать на калькуляторе для того чтобы посмотреть насколько выгоднее по сравнению с ипотекой приобретение жилья через жилищный кооператив естественно что это также официально зарегистрировано юридическое лицо и регистрационные документы вы сейчас видите на своих экранах можете зайти на сайт налоговой инспекции и по номеру и н н проверить что организация действующая и немножко статистики вы видите на своих экранах но как правило это какой-то процент там от двадцати до пятидесяти процентов везде разные условия и нужно после этого стоять и ждать в очереди когда же кооператив купить себе квартиру так вот средняя средний срок ожидания в очереди по кооперативам россии на сегодняшний день составляет 5-7 лет и люди просто банально не готовы замораживать свои деньги на такое на такой длительный срок потому что все хотят жить в квартире сегодня заплатить денег и сразу въехать поэтому все и хотят идут в ипотеку все хотят получить ипотеку мечтают об этом но сейчас мы с вами рассмотрим в чем же отличие кооператива от банковской ипотеки как и каковы выгоды пайщиков ну что же такое кооператив в первую очередь кооператив создан как добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов ЖК в жилых и нежилых помещениях путем объединения членами ЖК своих денежных средств а именно паевых взносов очень важный момент что жилищный кооператив БСТ является некоммерческой организацией то есть по закону наш кооператив как любой другой жилищный кооператив не имеет права извлекать прибыль из своей деятельности откуда вытекает следующее утверждение что жилищный кооператив не может обанкротиться потому что обанкротиться могут только коммерческие предприятия которые несут риски коммерческой деятельности в нашей стране существует еще два других типа жилищных кооперативов это жилищно-накопительные кооперативы и жилищно-строительные кооперативы как раз эти два вида кооперативов они являются коммерческими кооперативами и могут под залог своего имущества привлекать средства кредиторов соответственно возникает здесь уже риск коммерческой деятельности поэтому пайщики в ЖНК в жилищно-накопительных кооперативах и в ЖСК в жилищно-строительных кооперативах они не защищены и отсюда берется тот самый негатив, обманутые дольщики, когда кооператив собирает деньги на строительство дома, не достраивает этот дом, потом руководство скрывается, ну и получаются негативные отзывы. Жилищные же кооперативы отличаются очень колоссально, поскольку они ничего не строят, они приобретают уже готовое построенное жилье, это первое, и второе, они не имеют права привлекать средства кредиторов, то есть они не могут брать кредиты и также не могут выдавать деньги пайщиков кому-то взаим для того, чтобы извлекать прибыль. То есть кооператив покупает жилье только своими силами, без привлечения каких-либо средств от третьих лиц. Это очень колоссальное отличие, и как раз-таки в этом заключается надежность и защищенность пайщиков именно ЖК, жилищных кооперативов. Законодательная база, на основании которой работает жилищный кооператив, это Гражданский кодекс и Жилищный кодекс, и в частности раздел 5 ЖК, он практически полностью регламентирует всю деятельность. Можете почитать, ознакомиться. Ну и собственно говоря, самый главный слайд, основные отличия, в чем выгоды пайщика жилищного кооператива от человека, который покупает квартиру в ипотеку. На сегодняшний день процентная ставка в банках составляет в среднем от 7 до 15%. Процент этот плавающий, существуют еще и ставки до 6% годовых, но это скорее исключение из правил, и доступно это семьям с детьми, где есть 2 либо 3 ребенка. И очень важный момент, что такая процентная ставка дается не на весь срок ипотеки, а всего на 3 года, если у вас 2 ребенка, и на 5 лет, если в семье 3 ребенка. После этого происходит перерасчет под стандартный процент, это текущая ставка Центробанка, ключевая ставка плюс 2%. В итоге, если у вас сегодня было 6% годовых ставкой, и вам повезло, то через 3 года вам пересчитают по те самые в среднем 11% годовых. Поэтому будьте осторожны, и все это завуалировано. В жилищном кооперативе Bestway существует всего 2% ставки, это 0% годовых и 2% годовых. Переплата при банковской ипотеке, при таких ставках составляет от 50% до 200%, особенно если ипотека валютная, знаю несколько примеров, кто вряпался, там даже больше 200% в итоге у людей вышла переплата. В жилищном кооперативе переплата от 15% до 30%, написано до 26%, никак не исправлю, до 30% может быть переплата максимальная. Первоначальный взнос для ипотеки сегодня от 10% до 50%, но нужно понимать, чтобы получить хорошую процентную ставку по ипотеке, то желательно внести хотя бы 30-50%, чтобы получить ставку ниже 10%. Если человек вносит 10%, либо сейчас есть ипотека, такие предложения от банков, где вообще 0% первоначальный взнос, то нужно понимать, что в этом случае ставка будет еще выше, и человек в конечном итоге переплатит очень много денег, и таким образом купит одну квартиру, допустим, себе, и две квартиры подарит банку за время, пока он рассчитывается. В жилищном кооперативе Bestway первоначальный взнос составляет 35% или 50%, то есть тоже есть два варианта. Соответственно, срок при ипотеке до 30 лет максимальный срок, в жилищном кооперативе рассрочка дается максимум на 10 лет. Можно взять любой срок, сделать расчет графика платежей, но максимальный срок это 10 лет. Естественно, что в случае с ипотекой от вас потребуют полный пакет документов, нужна кредитная история, причем хорошая кредитная история. И сейчас, что делают банки, преднамеренно портят кредитную историю, потому что возникает много предложений перекредитования. Допустим, вы взяли, если кредит в одном банке, то соседний банк предлагает вам, например, на 1% или на 0,5% пониже. Таким образом, он вас переманивает. Но ваш банк, который уже выдал вам ипотеку, старается вам эту историю испортить, потому что 1-2 дня просрочки сразу отправляется все это дело в бюро кредитных историй. Плюс, если у вас есть какие-то непогашенные штрафы, либо просрочка по коммуналке, это тоже, кстати, влияет на кредитную историю. Поэтому банк пытается всячески испортить вам эту историю, чтобы вы от него никуда не ушли. Чтобы другой банк, когда будет проверять вашу репутацию, увидел и отказал вам. Тоже на такую уловку, на такую хитрость сейчас идут банки даже из-за какой-то мелочи. То есть в несколько рублей где-то у вас, где-то вы проштрафились по, не знаю, элементарным правилам дорожного движения нарушили или вовремя не оплатили коммуналку и все. Уже можете испортить себе кредитную историю. В жилищном кооперативе Bestway из документов нужен только паспорт и кредитная история не имеет абсолютно никакого значения. Никто от вас не потребует официальной работы, справки о зарплате, абсолютно. Также не нужно наличие гражданства Российской Федерации. Пайщиком жилищного кооператива может стать гражданин любой страны и из документов нужен только гражданский паспорт национальный. В случае с ипотекой от вас, как правило, потребует наличие гражданства Российской Федерации. Есть у нас некоторые страны-партнеры, где у нас единая экономическая зона и в этом случае гражданство России не нужно, но это скорее исключение из правил. Возраст, на который дают ипотеку от 26, то есть от 21 года до 60 лет. Но сейчас, поскольку планируется увеличение пенсионного возраста, и государство хочет сделать так, чтобы человек работал и сразу с работы уходил в могилу, чтобы его увозили из цеха. Как я помню, работал еще в далеком 2009 году на оборонном предприятии, и средний возраст сотрудников там был 80 лет. У нас действительно каждый день приезжала реанимация, и бедных старичков прямо увозили в морг из отдела, из конструкторского бюро. То есть человек, инженер, конструктор умирал прямо за кульманом. Он пришел туда работать в 20 лет, в 80-85 лет его с этого завода увезли сразу на похороны, как говорится. И сейчас тоже планируется повышение пенсионного возраста, поэтому банки дают ипотеку сейчас до 75 лет. Вот, это крайний срок, когда человеку нужно уже рассчитаться. В кооперативе Bestway мы видим цифру только от 16 лет, а до никакой цифры не существует. Потому что, еще раз повторюсь, кооператив – это организация некоммерческая. Если человек может платить, то пусть ради бога платит. Банк – это организация коммерческая, и создан он в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги для своих акционеров. Поэтому и существует ограничение по возрасту. И понятно, когда человек выйдет на пенсию, пенсия – это у нас официально признанное пособие, а пособие получают у нас только малоимущие граждане. Соответственно, малоимущий гражданин никак не может позволить себе платить за ипотеку. И до 75 лет должен обязательно рассчитаться со всеми долгами. Очень важный момент – это платежи. В банках они аннуитентные, в жилищном кооперативе дифференцированные. Сейчас объясню, что это такое. Аннуитентный платеж – это тот платеж, когда вы сначала платите банку проценты за использование долгом, и потом возвращаете непосредственно тело долга. Но если возьмем ипотеку на 10 лет, то первые 5 лет вы платите процент банку, то есть сначала дарите квартиру банку, а вторые 5 лет, если вас не выгнали с работы, все в порядке со здоровьем, вы рассчитываетесь за свою квартиру. В случае, если вы не можете, допустим, через те же самые 5 лет рассчитываться с банком, то вас просто забирают квартиру, и деньги вам не возвращают, потому что все эти 5 лет вы только платили за пользование кредитом, заплатили проценты, а сам долг вы не вернули, поэтому возвращать вам нечего. И часто бывает такое, что даже квартиру банк забирает, вы еще остаетесь должны банку. То есть, по сути, вы оказались на улице без денег, без квадратных метров и еще должны. Таких случаев сплошь и рядом. Дифференцированный платеж наоборот, когда вы в первую очередь гасите основную часть своего долга и маленькую долю процента. В случае с жилищным кооперативом Bestway у вас переплата составляет 2%, и вы, собственно говоря, и платите за эти самые 2%. А если у вас рассрочка под 0% годовых в случае, когда вы вносите 50% стоимости квартиры, то значит, все 100% идут в погашение вами вашего долга. Если случится такое, что вы не сможете через те же самые 5 лет платить за свою квартиру, то кооператив вернет вам абсолютно все ваши паевые взносы в 100% объеме. То есть, пайщик жилищного кооператива намного более защищен законодательно, чем ипотечник. Потому что он остается либо с деньгами со своими в случае выхода, либо с квадратными метрами. То есть, другого здесь не дано. Опять-таки, я же говорю, что кооператив – это не коммерческая организация, и здесь нет никаких рисков. Здесь либо деньги, либо квадратные метры. И возврат средств в случае с банком возможен только при полном погашении займа. А в жилищном кооперативе возврат средств возможен на любом этапе. Как я уже сказал, что пайщик может на любом этапе, без объяснения каких-либо причин, написать заявление о выходе из кооператива. И кооператив ему вернет все 100% его паевых взносов, которые он внес за год, за 5 лет или за 8 лет, неважно. В любой момент можно вернуть свои средства. Вот основные отличия, основные выгоды и основная защищенность законодательная между ипотекой и между жилищным кооперативом. И многие спрашивают, откуда же все-таки берутся деньги у кооператива Bestway, если это не коммерческая организация и ничего не зарабатывает, не извлекает прибыль из своей деятельности. Расчетный счет у жилищного кооператива открыт в Сбербанке России. То есть это целевой контролируемый счет. И у него есть одна единственная цель. Это покупка объекта недвижимости за безналичный расчет. То есть невозможно прийти, просто снять наличку с этого счета. Также невозможно купить что-то другое, кроме объекта недвижимости. Допустим, яхту, автомобиль или шубу жене председатель купить не может. Может купить только квартиру по безналичному расчету. Естественно, на основании возникшего права. Возникает, естественно, право покупки. И сотрудник банка, естественно, все это дело контролирует. Расчетный счет пополняется из трех финансовых ручейков. Естественно, это паевые взносы, те самые 35 или 50 процентов на покупку жилья, которые пайщик уплачивает, когда вступает в кооператив, вносит 35 или 50 процентов и встает в очередь на покупку жилья. Не сказал самое главное, что кооператив Bestway побил все рекорды по ожиданию в очереди. Рекорды и Советского Союза, и рекорды из Новой России. И срок ожидания в очереди составляет на сегодняшний день 4-5 месяцев. Вот в среднем. Такого никогда не было, и действительно это рекорд. Вот те самые 35 или 50 процентов, когда человек вносит, они идут на расчетный счет в Сбербанке России. Далее, те пайщики, которые уже живут в квартирах, в котором кооператив купил квартиры, они в них живут, рассчитываются на протяжении 10 лет, и они платят ежемесячные взносы по графику платежей. Ну, так же, как в случае с ипотекой. Дали рассрочку, плати каждый месяц, живи в квартире. Это второй финансовый поток, который поступает на расчетный счет Сбербанке. И также есть программа аккумулирования первоначального взноса для тех людей, у которых нет сразу 35 либо 50 процентов на покупку жилья. Такие люди накапливают этот первоначальный взнос платежами минимум по 10 тысяч рублей. Это наш третий финансовый ручеек, который пополняет наш расчетный счет Сбербанке России. Вот откуда берутся деньги у жилищного кооператива Bestway на покупку объектов недвижимости. Поскольку наш кооператив является федеральным, то есть работает на территории всей России, Казахстана и Киргизии, то есть в трех странах, у нас нет ограничений никаких, и ежедневно к нам поступают, вступают все больше и больше пайщиков. Соответственно, с каждым днем вот эти финансовые потоки возрастают. И с каждым месяцем мы можем позволить себе покупать все больше и больше квартир, и таким образом срок ожидания в очереди сокращается. То есть все математически просчитано, можете сами посчитать. Едем дальше. Как же приобрести недвижимость через кооператив Bestway? Ну, естественно, в первую очередь нужно вступить в кооператив, стать членом кооператива, пройдя регистрацию по ссылке, либо попросить вас зарегистрировать того человека, который вас сегодня сюда пригласил, подписать заявление, сформировать заявку на объект во время регистрации, указать ориентировочные параметры объекта, которые вы хотите приобрести. Далее вам нужно будет пройти верификацию документов и фотоверификацию, для того, чтобы кооператив понимал, что пайщик – это действительно вы, а не кто-то другой. Оплатить вступительный членский взнос, который составляет 1020 евро, в случае, если ваш объект стоит до полутора миллионов рублей, и 2040 евро, если объект стоит свыше полутора миллионов рублей. Далее нужно оплатить ежемесячный членский взнос в размере 2000 рублей. Все. После этого вы становитесь полноценным пайщиком кооператива. Эти взносы являются невозвратными, то есть в кооперативе есть взносы возвратные, это паевые взносы, и есть взносы невозвратные, на которые кооператив существует как некоммерческая организация. Поскольку мы не зарабатываем денег, должны на что-то существовать, содержать центральный офис, канцелярию, оплачивать зарплату сотрудникам, и плюс у нас на каждую сделку в командировку вылетают юристы. То есть еще также у вас есть полное юридическое сопровождение. Так вот эти вот взносы, вступительный членский взнос, 1020 либо 2040 евро, он является невозвратным взносом. Если вы будете выходить из кооператива, то вы эти деньги потеряете. И вот эти вот самые членские взносы по 2000 рублей в месяц, они также возврату не подлежат. Далее вам нужно внести либо 35 или 50 процентов, и сразу встать в очередь. Если у вас этих денег нет, вы можете как раз аккумулировать тот самый первоначальный взнос платежами минимум по 10 тысяч рублей в месяц. После того, как вы внесли 35 или 50 процентов от стоимости объекта, вы встаете в очередь, которая длится, как я уже сказал, примерно 4-5 месяцев. После этого кооператив добавляет вам деньги, приобретает объект, передает вам его в пользование. Вы в этом объекте проживаете, заезжаете, прописываетесь сами, прописываете всех членов своей семьи, детей, и платите согласно графику рассрочки платежей. После того, как вы полностью рассчитались со своим долгом, право собственности переходит уже к вам. Вы становитесь полноправным собственником вашей квартиры. Вот это основные этапы, через которые нужно пройти для того, чтобы купить себе жилье. Частый вопрос, какие же все-таки гарантии у пайщика. Потому что к кооперативам у нас большое недоверие на сегодняшний день, и действительно люди хотят гарантии. Ну, как я уже сказал, первое, что пайщик и все члены его семьи могут прописаться в жилом помещении. То есть вы можете прописать себя, супругу или супругу, прописать детей, в том числе несовершеннолетних. И здесь тоже очень важный момент. Если кооператив разрешает прописывать несовершеннолетних детей, то нужно понимать, что сложно будет выписаться, выписать ребенка из такого помещения. Кооператив на это идет. Далее, при выходе из кооператива пайщику возвращаются абсолютно все паевые взносы, которые он уплатил. Но этот вопрос мы уже с вами детально разобрали. Какие взносы являются возвратными, какие невозвратными. Также заключается договор, здесь написано у меня пай накопление, сейчас он называется договор о членстве и договор найма, на основании которого, собственно говоря, вы и проживаете в своем объекте. И долгосрочный договор найма, который заключается на срок свыше одного года, то есть до пяти лет, он регистрируется в УФРС. И как раз в момент регистрации такого долгосрочного договора найма вы накладываете обременение на свой объект. И для вас это гарантия, что ни вы, ни кооператив ничего не смогут сделать с объектом. Но скажу по опыту, у нас никто эти обременения не накладывает, как правило, все уже знают законодательство, понимают надежность кооператива и просто не хотят платить государственную пошлину за то самое обременение. После полной выплаты пая, право собственности на помещение переходит к нанимателю, то есть к пайщику. Еще важный момент, что не учитывается инфляция, и пайщик выплачивает именно фиксированную стоимость объекта недвижимости. Никакого перерасчета у вас не будет. Вот если ваша квартира стоит сегодня 5 миллионов рублей, то вы на протяжении 10 лет будете возвращать именно те самые 5 миллионов, несмотря на то, что уже произойдет инфляция, деньги, естественно, обесценятся, и вам будет легче с каждым годом выплачивать. Ну и квартира подорожает за эти 10 лет, вот никакого перерасчета у вас не будет. Еще одна главная гарантия, которая здесь не перечислена, лично для меня является главнейшей гарантией, это то, что с нами сотрудничает Пенсионный фонд России и перечисляет из федерального бюджета материнский капитал в качестве первоначального взноса. Естественно, что когда пайщик подает заявление, приходит в Пенсионный фонд, пишет заявление на перечисление материнского капитала, Пенсионный фонд проводит свою внутреннюю проверку, кому он переводит деньги, надежный ли это партнер. Так вот, на сегодняшний день у нас приобретено уже множество квартир с помощью материнского капитала, и нужно понимать, что каждый раз при каждом перечислении кооператив проходит проверку пенсионными фондами разных регионов. То есть мы уже прошли множество проверок. Я сейчас сам тоже приобретаю себе квартиру с использованием материнского капитала. Поскольку, как я сказал в начале, что я много-много лет уже нигде не работаю, у меня нет официальной работы, нет зарплаты, и ипотека мне не светит. Ну, естественно, я и сам не буду брать ипотеку, даже если мне ее одобрят. Вот такие драконовские проценты, зная такую информацию о жилищном кооперативе. Вот для меня это, повторюсь, главнейшая гарантия, которая перекрывает все вышеперечисленные гарантии. И я знаю, что пенсионный фонд, куда попало, деньги перечислять не будет. Сразу отвечаю на вопрос. Многие люди пытаются что-то там схимичить и думают, что можно вступить в кооператив, попросить пенсионный фонд перечислить деньги, потом из кооператива выйти и эти деньги забрать, поскольку все паевые взносы подлежат стопроцентному возврату. Нет, такое не получится. Если вы будете выходить из кооператива, то кооператив вернет материнский капитал обратно в пенсионный фонд. На руки вы ничего не получите. Так что такая схема сразу отметается. Еще один очень важный документ – это свидетельство надежности, полученное от Торгово-промышленной палаты. И в нем написано, что кооператив Bestway внесен в негосударственный реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности. Такое свидетельство имеет один единственный кооператив в стране. Это наш кооператив Bestway. Больше таких документов у других кооперативов не существует. Здесь вы видите ответ МВД России. Дело в том, что некоторые пайщики недоверчивые пишут заявление в органы с целью проверить кооператив, чтобы провели прокурорские проверки. И мы за время существования прошли уже пять проверок, из которых три было в России и две в Казахстане. Даже дошло до того, что нас проверяла прокуратура несколько раз. Ну, естественно, что все проверки мы прошли, поскольку работаем легально, официально. И вот как раз-таки ответ из МВД России вы видите сейчас на своих экранах. Да, что здесь как раз идет ссылка на ту самую торгово-промышленную палату, на то самое свидетельство о надежности, что все является законным, и ничего мы не нарушаем. И здесь сейчас посмотрим схему, как можно приобрести жилье с использованием материнского капитала, как я называю, схема покупки квартиры без денег. Если у вас есть материнский капитал, который составляет на сегодняшний день 453 тысячи рублей, то в этом случае можно купить квартиру за миллион триста, потому что этих денег хватит как раз-таки в качестве 35% от стоимости квартиры. И все, что нужно будет сделать, это оплатить вступительный взнос в размере 1020 евро, поскольку объект у нас до полутора миллионов рублей, оплатить ежемесячный членский взнос в 2000 рублей и первый паевой взнос. После этого вы станете пайщиком, вас внесут в реестр пайщиков, вы запросите документы, вам пришлют оригинальные бумажные документы для пенсионного фонда, вы идете в пенсионный фонд, пишете заявление на перечисление материнского капитала на счет Сбербанки в жилищном кооперативе, и пенсионный фонд рассматривает ваше заявление. У меня на слайде написано в течение двух-трех месяцев, но на сегодняшний день это составляет 30 календарных дней, и в течение 10 календарных дней пенсионный фонд перечисляет средства, то есть всего 40 дней. Но по опыту могу сказать, у нас много пайщиков, общался, в среднем 2-3 недели занимает перечисление средств, то есть намного быстрее, не 40 дней календарных. Хотя есть регламент 40 дней. После того, как пенсионный фонд перечисляет 453 тысячи рублей на счет в Сбербанке, пайщик переходит в очередь на покупку жилья, и через 4-5 месяцев кооператив покупает ему квартиру за 1 300 000. Таким образом, пайщик получает рассрочку на 10 лет по 2% годовых, и переплата в этом случае составит не более 30%. И таким образом минимальными затратами приобретается отдельное жилье без каких-то банковских средств, без ипотеки, без этой кабалы, и без, естественно, огромных переплат. Когда одну квартиру покупаешь себе, а одну или две еще даришь банку. Это самое главное. Поэтому, если у вас есть материнский капитал, либо у ваших знакомых, и вы не знаете, куда его деть, так же, как и я, у меня уже 4 года провалялся без дела, не знал, что с ним делать, думал, вообще пропадет. Но, слава богу, узнал о жилья, речном кооперативе, и сейчас его буду, естественно, использовать. Квартиру я покупаю, конечно, не за 1 300 000, а намного дороже, и буду остальные средства добавлять наличными. Теперь схема покупки жилья для тех, у кого нет материнского капитала, но есть 35% в качестве первоначального взноса. Допустим, стоимость объекта составляет 4 миллиона рублей, и у человека есть эти 35%, что составляет 1 400 000. Он точно так же вступает в жилищный кооператив, оплачивает вступительный взнос, который в этом случае будет составлять уже не 1020, а 2040 евро, поскольку объект стоит дороже полутора миллионов рублей. Жилищный кооператив накапливает, добавляет 65% от стоимости объекта и покупает вам квартиру за 4 миллиона рублей. Передает вам в пользование по 2% годовых, и ваш ежемесячный платеж составит от 27 000 рублей в месяц в первый год до 23 000 рублей в месяц в последний год, на десятый год. Это те самые дифференцированные платежи. Каждый год у вас будет происходить перерасчет, и размер ежемесячного платежа будет постоянно уменьшаться. И таким образом вы получите также рассрочку на 10 лет по 2% годовых, и переплата у вас составит также не более 30%. Абсолютно не нужна никакая кредитная история, из документов нужен только паспорт. И еще очень важный момент, что нет налога на имущество. Поскольку имущество принадлежит жилищному кооперативу, а кооператив является некоммерческой организацией. И некоммерческие организации в нашей стране освобождены от уплаты налогов на имущество. Но скажу вам, что мы живем в стране уникальной, и есть некоторые регионы, в которых жилищный кооператив должен платить налоги. Не знаю почему. В целом по России не платят, но есть несколько регионов, где нужно заплатить налог. Так вот придумал наш законодатель. Такую табличку получает каждый пайщик, когда ему вручают ключи. Это табличка сделана из красного дерева с позолотой. Вешаете в дом, и когда к вам приходят друзья, гости на новоселье, видят эту табличку, начинают спрашивать, что это такое, интересоваться. Вы рассказываете. Естественно, что человек хочет тоже провести жилье на таких супервыгодных условиях. И здесь уже включается в работу тот самый бизнес, потому что за рекомендации здесь компания нам очень-очень хорошо платит. Вы можете обратиться к своему консультанту, он вам расскажет, сколько здесь можно заработать. Какие же преимущества? Естественно, что это очень выгодные условия. Условия, которые не предлагает больше никто в стране, и мы являемся на сегодняшний день монополистами на этом рынке. Рассрочка на 10 лет – это конфиденциальность, потому что часто задают вопросы насчет конфиденциальности. Много людей сейчас судятся судебными приставами, ведется исполнительное производство, у кого-то имущество могут просто арестовать. Так вот, в случае с кооперативом не переживайте, квартира принадлежит не вам, поэтому у вас ее никто никогда не заберет. Минимальные требования, из документов нужен только паспорт, возраст от 16 лет. Деятельность строго в рамках законодательства Российской Федерации, и данная модель доступна для людей со средним достатком. У нас есть пайщики и студенты, и пенсионеры. Очень много пенсионеров состоятельных, которые могут оплачивать, но в силу своего возраста и отсутствия работы, ипотеку им никто не дает. А такие люди просто хотят сделать подарок, допустим, детям, помочь или внукам. Они вступают в кооператив и приобретают жилье. То есть предоставляют только паспорт, и пожалуйста. Можно приобрести любой объект недвижимости, не только жилое помещение, можно купить и нежилое помещение, допустим, апартаменты, и поэтому тоже очень важный плюс. И также можно использовать материнский капитал и субсидии. Дело в том, что в нашей стране существует очень-очень много субсидий. Все спрашивают, можно ли использовать то-то, то-то и пятое-десятое. Жилищный кооператив принимает абсолютно любые субсидии, любые деньги он примет, но не все субсидии подлежат использованию в жилищных кооперативах. Поэтому здесь нужно советоваться с тем органом, который выдал вам субсидию или сертификат. Ну и также очень часто на сертификатах написано, в каких целях можно использовать. Сразу скажу, что военный сертификат использовать нельзя, потому что он может быть использован только для ипотеки, и об этом написано на самом сертификате. Все остальные субсидии нужно, опять-таки, советоваться с тем органом, который выдал эту субсидию. Про нас говорят средства массовой информации, регулярно на федеральных телеканалах выходят какие-нибудь сюжеты про наш кооператив. Очень много бизнес-прессы про нас пишут, это и аргументы, и факты, и есть такие специфические журналы и по недвижимости, и по бизнес-сфере. Здесь вы видите вот часть из них. Естественно, это не все, потому что все уместить просто невозможно. За четыре года работы у нас очень много заслуг, регалий. Здесь тоже вы видите часть наших наград, это не все награды. Каждый год у нас проходят в январе месяцы конгрессы. И сейчас вы видите фотографию с конгресса, который проходил в январе 2017 года. И здесь от Государственной Думы мы получили диплом за социально значимый вклад в укрепление экономики Российской Федерации. В январе 2018 года на конгрессе мы получили уже второй такой диплом. У нас сейчас есть два диплома за социально значимый вклад в укрепление экономики Российской Федерации, которые нам вручила Госдума. То есть Сергей Миронов, Государственная Дума, вручил нам два таких диплома уже. И знаю информацию, что в январе 2019 года на нашем следующем конгрессе Сергей Миронов выступит с речью. То есть он уже был приглашен Романом Василенко, принял приглашение и согласился выступить на нашем конгрессе. Вот на таком уровне мы и работаем. На этом о кооперативе информацию я закончил. В конце у нас будет время для ответов на вопросы. Если у вас возникли вопросы, вы сейчас их пишите в чате. После того, как я закончу презентацию компании Гермес Менеджмент, я прочитаю все ваши вопросы и обязательно на них отвечу. Ну а сейчас мы переходим ко второй части моей презентации и поговорим уже о нашем европейском партнере, и поговорим немножко о финансовой грамотности, поговорим о деньгах. И компания Гермес Менеджмент как раз оказывает услуги в сфере международной защиты и управления активами. Часто меня спрашивают, в чем заключается та самая международная защита. Защита заключается в том, что компания Гермес Менеджмент защищает ваш капитал от требований третьих лиц, от судов, от кредиторов и, допустим, от супругов при разделе имущества. Во всем заключается защита капитала, и компания имеет на это соответствующую финансовую лицензию от финансового регулятора. Естественно, это официально зарегистрировано юридическое лицо. Вы точно так же видите здесь документы. Компания была создана в 1998 году, то есть в этом году компания исполняется 20 лет. Документы здесь. Страна регистрации – это Белиз. Спрашивают, почему именно Белиз? Дело в том, что Белиз – это бывшая колония Британии, и там действует британское законодательство. И очень много международных компаний зарегистрировано именно там. Как мы знаем, британское право у нас на сегодняшний день является самым мощным, самым сильным в плане защиты частного капитала. Вот именно поэтому выбрана та самая юрисдикция. Физически центральный офис находится в Вене, в Австрии. Адрес вы видите на своих экранах. Британское право, оно у нас известно тем, что не менялось более 100 лет. То есть оно понятно людям, оно понятно бизнесу, поэтому все международные компании стремятся зарегистрироваться именно в зоне британского законодательства. Потому что не возникает никаких сюрпризов. Допустим, как в нашей стране сегодня предприниматель открыл фирму, завтра законодательство изменилось, уже получается, что нужно платить огромные налоги, либо вообще твоя деятельность становится какой-нибудь невыгодной, или еще что страшнее, незаконной, нелегальной. В общем, гайки закручивают, сами знаете как. Британское законодательство не менялось более 100 лет, и все бизнесмены знают о нем, оно понятно для всей планеты. Именно поэтому все серьезные и солидные международные компании, в том числе и банки, зарегистрированы именно в этом праве. И, собственно говоря, продуктом компании Hermes Management является счет Vista. Счет Vista, как мы называем, это счет 3 в 1. Это одновременно расчетный счет, накопительный счет и инвестиционный счет. Но я его еще называю кредитным счетом, потому что есть четвертая составляющая. Что же такое расчетный счет? Ну, нужно понимать, что расчетный счет – это тот счет, на котором у вас лежат средства, и они вам доступны круглосуточно. То есть вы можете всегда их снять и рассчитаться, поэтому его и назвали расчетным. Далее, накопительный счет. Он подразумевает то, что вы можете этот счет все время пополнять, то есть накапливать. И третий момент – инвестиционный счет. Означает то, что есть еще и какая-то прибыль по вашему счету. То есть на остаток средств на счете начисляется еще и инвестиционная прибыль. Сейчас поговорим об этом более детально. Как я уже сказал, счет Виста – это надежность, и выражается это в британском законодательстве. Также у счета есть и залоговая стоимость. Я говорил, что счет еще и кредитный. И под залог счета можно что-то, оказывается, еще и получить. Попозже поговорим, что именно можно получить под залог нашего счета. Вот, может быть, какие-нибудь камешки, может быть, палочки и так далее. И третий момент – это сильная диверсификация. Что такое диверсификация, узнаем чуть позже. Какова же доходность по этому счету? Поскольку он является инвестиционным, то понятно, что получаешь какую-то инвестиционную прибыль. Так вот, доходность по счету Виста составляет в среднем 20-25% годовых. Естественно, в валюте. Доллар или евро. И на своих экранах вы сейчас видите статистику за несколько лет. И те самые цифры, 20-25%, они здесь и показаны. И в чем выражается та самая сильная диверсификация? Вообще понятие диверсификации в наш мир принес более 50 лет назад американский экономист Гарри Марковиц. Он научным образом доказал, что если раскладывать средства минимум в 100-120 различных финансовых инструментов, то гарантированно будешь получать прибыль примерно 1-2% в месяц. Что и составляет те самые 20-25% годовых. И спустя 50 лет этот человек получил Нобелевскую премию за вот такое вот открытие. То есть нужно понимать, что человечество 50 лет тестировало этот метод. И было доказано, что на сегодняшний день не существует способа лучше, чем защитить капитал как та самая диверсификация. Либо же разложение по разным корзинам. И выражение «не клади все яйца в одну корзину» – это как раз вот из этого направления. И точно так же по этому методу широкой диверсификации и работает компания «Гермес Менеджмент». И сейчас мы видим на экранах стратегию размещения инструментов в 2016 году. Мы видим так называемый инвестиционный пирог. И здесь все 100% средств клиентов. Мы видим, что они разложены в различные направления, в различные секторы экономики, причем экономики разных стран, в разных процентных соотношениях. И возьмем, допустим, вот этот вот зеленый сектор, который называется «Американские акции». И видим, что компания от 100% всего капитала 7% вложила в акции американских компаний. Но посмотрим, что дальше, как дальше были разложены эти 7% уже внутри данного портфеля. Эти 7% были распределены еще на несколько категорий, и на них были куплены акции различных компаний. И мы видим, что, допустим, голубой сектор, что это акции компании Apple. То есть от тех самых 7% 20% были вложены в акции Apple. И если вдруг случится такое, что компания потеряет деньги на этой позиции, и, допустим, все человечество перестанет покупать айфоны, макбуки, объявит забастовку компании Apple, то естественно, что компания «Гермес Менеджмент» потеряет все вложенные средства на этой позиции. Но нужно также понимать, что в этот момент люди начнут покупать технику, те же самые телефоны, компьютеры других производителей, допустим, того же самого Самсунга. И на этой позиции компания «Гермес Менеджмент» получит сверхприбыль на росте акций. Таким образом компенсирует убытки. И весы здесь у нас уравновесятся. Вот что такое широкая диверсификация. Я вам показал на одном единственном примере, на одном кармашке в портфеле. А теперь представьте, что в таком портфеле стоили 120 карманов. Соответственно, все сразу акции всех мировых компаний в один день рухнуть, естественно, не могут. Если где-то минус, значит, нужно понимать, что в другом месте будет плюс. Если одна компания обанкротилась или ушла в минуса, значит, на фоне этого другая компания получила сверхприбыли. И все это дело компенсируется. Вот в чем заключается надежность в сохранности средств на счете Виста. И вы сейчас знаете, где работают ваши деньги, где работает капитал клиентов компании «Гермес Менеджмент», насколько он хорошо защищен. И также вы понимаете, какую прибыль все это дело приносит. Просьба не путать с банковскими процентами. Компания «Гермес Менеджмент» – это управляющая компания и ни в коем случае не банк. Совершенно разные вещи. И здесь мы видим график капитализации средств на счете Виста. И можем понять, что будет, если положить 1000 евро на счет и в какую сумму они превратятся со временем. За 5 лет, естественно, сумма будет небольшой. За 10 лет уже будет сумма приличная, почти 10 тысяч. За 15 лет – 35 тысяч. И за 20 лет наша 1000 евро, благодаря сложному проценту, благодаря ежемесячной капитализации, превратится в 128 тысяч евро. Что будет, если наш счет ежемесячно пополнять хотя бы на 100 евро? Здесь нужно смотреть зеленые столбцы. И мы видим, что за 10 лет здесь уже будет 54 тысячи. За 15 лет – 207 тысяч. И за 20 лет – почти 1 миллион евро, без четверти. Вот что такое ежемесячное пополнение. Это и есть те самые основы финансовой грамотности и основы создания семейного родового капитала. В такой схеме живут все цивилизованные страны. В частности, Европа, Германия, англичане. Я был в Турции на прошлой неделе. И очень-очень много пенсионеров там отдыхают. Я был в европейской части Турции. Город Мармарис считался до 2014 года чисто английский курорт. Русские туда практически не ездили. Потом, видимо, узнали об этом. Действительно, курорт очень-очень красивый. И если вы не были, это совершенно другая Турция. Если вы до этого были в Анталии, в Кемере, в Белеке, в Сиде, то здесь совершенно другая Турция. Больше похоже на Италию, на Грецию. Здесь очень высокие горы, серпантины. И природа совершенно другая. Поэтому всем рекомендую, если вы любите ездить в Турцию, съездите как-нибудь в европейскую часть Турции. Мармарис. И там еще и море совершенно другое. Потому что в этом месте Игейское море соединяется со Средиземным. Вода здесь намного чище и намного теплее, чем в той же самой Анталии. Так вот, видел очень-очень много пенсионеров. Я в этот раз, если в Анталии я встречал немецких пенсионеров, то здесь большинство англичан. Идут семейные пары под ручку с тростью. И когда я первый раз пришел впервые в финансовый консалтинг, 11 лет назад, и поехал на свой первый семинар в Турции, тогда для того, чтобы стать сотрудником финансовой консалтинговой компании, нужно было обязательно за свой счет посетить семинар в Турции. Хочешь работать, пожалуйста, езжай в Турцию, проходи бизнес-семинар. Когда приехал, увидел много-много стариков-пенсионеров, которые жили в нашем первоклассном отеле. Отель был пятизвездочный, по системе ультра все включено. Ну, в общем, отель был дорогущий. Эти дедушки ходили с дорогущей техникой на шее, там, наверное, если на сегодняшний день брать фотоаппараты по миллиону рублей. У меня супруга-фотограф мечтает о таком. Я все время думал, как же эти старики могут позволить себе, живя на пенсии, отдыхать на лучших курортах, в лучших отелях и иметь такую самую лучшую технику. И мне объяснили, что они как раз живут по такой схеме, что при рождении им родители открывают подобные счета накопительные и каждый месяц пополняют их. Когда ребенку исполняется 18-20 лет, то есть он достигает совершеннолетия, на его счете аккумулируется кругленькая сумма, и он может позволить себе выучиться, во-первых, в любой точке планеты, в любом учебном заведении. Он может открыть себе бизнес, сыграть свадьбу, купить себе жилье. И, соответственно, человек уже полностью упакован к 20 годам. Соответственно, достигнув трудоспособного возраста, такой человек сам продолжает накапливать себе свои накопления, свой родовой капитал. И до 30-40 лет скапливается, опять-таки, очень круглая сумма, и человек, по сути, уже с этого возраста, с 40 лет может выйти на пенсию. Потому что те деньги, которые он накопил за всю жизнь, сначала родители, потом он сам, позволяют ему безбедно существовать, дожить остаток своих дней до смерти. И такие люди оставляют деньги в управляющей компании и получают ежемесячную прибыль, живут на проценты. Либо они могут сразу забрать весь свой капитал и прожить на него. Но, как правило, это не делается, потому что забрать несколько миллионов евро, их же нужно все равно где-то хранить. В любом случае человек отнесет эти деньги в банк, не будет хранить под подушкой. Поэтому деньги остаются в управляющей компании, человек просто живет на проценты. Эти самые пенсионеры получают 15-20 тысяч евро, вот именно на эти деньги они могут позволить себе путешествовать остаток своих дней. И у них это называется золотое время. У нас это называется дожитие, у них называется золотое время. Потому что наши пенсионеры действительно доживают, как любят говорить в нашей компании, живут в 3D. Доедают, допивают и донашивают. Вот, 3D наших пенсионеров. Вот это и есть основа финансовой грамотности, финансовой культуры. И у продвинутых стран, в Европе, на Западе, у них это, естественно, все находится в крови. И финансовая грамотность преподается детям в школе. У нас данный предмет, к сожалению, запрещен. Не знаю почему, наверное, никому не выгодно, чтобы население было финансово грамотным и обеспеченным. И всем хочется, чтобы человек работал, сейчас уже будет до 75 лет, как я говорю, сразу с рабочего места в могилу, чтобы увозили. Как я уже сказал, что счет ВИСТа – это надежность. В чем заключается надежность? Я вам показал, как работают наши деньги, в какие инструменты они вложены. Это доходность. Доходность немаленькая. Естественно, это ликвидность. Важный момент, что ваши деньги не замораживаются, как в случае с банковскими депозитами. Очень многие, опять-таки, не могу понять почему, но сравнивают счет ВИСТа с банковским депозитом. Здесь деньги не замораживаются. Они доступны вам 24 на 7. Просто на остаток средств, которые у вас есть на счете, вы получаете ту самую доходность. И четвертый момент – это та самая залоговая стоимость, о которой мы говорили чуть выше. И под залог счета ВИСТа можно получить ломбардный займ. В чем это выражается, как это работает? Дело в том, что если у вас на счете ВИСТа существует какой-то остаток, есть деньги, то под залог этих денег наши европейские партнеры дают вам займ в размере 70% от суммы на вашем счете под 7% годовых. И давайте посчитаем, для чего вообще это нужно и почему нам нужно этим пользоваться, в чем заключается наша выгода. Допустим, у вас на счете ВИСТа есть 10 тысяч евро, и нажатием одной кнопки без предоставления единого документа вы получаете займ в размере 70%, что составляет 7 тысяч евро. В итоге на счете у вас становится 17 тысяч евро. Естественно, что эти 7 тысяч евро вы можете забрать, вывезти с себя и что-либо купить. Но сегодня на 7 тысяч евро можно купить даже подержанный автомобиль. Но мы, поскольку сейчас говорим о финансовой грамотности, об инвестициях, давайте будем делать так же, как делают самые богатые люди на планете. Мы эти деньги оставляем на счете, и за год на 17 тысяч евро мы получаем прибыль 20%, что составляет 3400 евро. Итого у нас через год стало 20400 евро. Займ нам был выдан под 7% годовых. Чтобы вы понимали, это не российский кредит, да, не как в России, что вы плачете ежемесячно и погашаете и проценты, и тело. Получается так, что через 3 года или через 5 лет вы полностью закрываете кредит. Здесь вы тело не гасите, вы просто берете деньги в аренду под 7% годовых. Ежемесячно проценты по займу высчитываются из вашей доходности. То есть вас никто не спрашивает, получили прибыль, 7% годовых оттуда вычитается автоматически. Никуда бегать, оплачивать не нужно в банке. То есть 490 евро у нас компания минусовала, осталось чистыми 19910 евро. Этот займ можно никогда не возвращать, он бессрочный. Но для чистоты эксперимента, чистоты расчетов, давайте мы этот займ вернем. И получится у нас в конечном итоге 12910 евро у нас осталось, и мы никому ничего не должны. И вот в чем заключается магия тех самых чисел. Смотрите, если бы мы положили наши 10 тысяч евро и не брали ломбардный займ, мы бы получили за год 20% прибыли, что составило бы 2000 евро. У нас на счете было бы 12 тысяч евро. Но благодаря чужим деньгам дешевым у нас на счете оказалось 12910 евро, что составляет почти 30% годовых. Таким образом, с помощью чужих денег, не напрягаясь, мы прибыль из 20% годовых увеличили почти на 10%, то есть почти до 30% годовых. Вот это и есть основа той самой финансовой грамотности. И все богатые люди стали богатыми только за счет чужих дешевых денег. Всегда привожу пример с Уорреном Баффетом, самый, наверное, известный инвестор на планете уже, старичок, миллиардер. И он стал богатым благодаря тому, что брал дешевые кредиты в Японии и перекладывал их в европейские банки под более высокую процентную ставку. И на разнице процентов он сколотил свое первое состояние и начал покупать акции различных компаний, что сделал его миллиардером. То есть вот вам явный пример, как человек использовал чужие дешевые деньги и стал миллиардером. Основой финансовой грамотности. Также ломбардный займ используется очень шикарно как подстраховка для открытия любого вида бизнеса. И нужно понимать, что любой бизнес на сегодня – это огромный риск, и всегда можно потерять в любой момент все вложенные деньги. Как делают наши клиенты, как бизнесмены? Они не открывают бизнес на имеющиеся у них деньги. Они сначала открывают счет Виста, допустим, на те же самые 10 тысяч евро, берут займ 7 тысяч евро, и вот этим займом уже вкладываются в свой бизнес. Если вдруг, не дай бог, случится такое, что бизнес прогорел, то через 3 года займ на счете Виста автоматически восстанавливается из доходности. То есть если не брать 3 года средства со счета Виста, не снимать их каждый месяц, за 3 года займ 7 тысяч, он отдается, погашается, и ваши 10 тысяч евро, они вам доступны снова. Таким образом, если бизнес прогорел, то деньги вы не потеряете. Через 3 года вы можете забрать свои 10 тысяч, либо взять новый займ 7 тысяч и попробовать открыть бизнес еще раз, получив изначальный опыт. Если, допустим, бизнес ваш идет хорошо, то через 3 года также займ погашается, вы можете взять новый займ и открыть вторую точку, то есть расширить свой бизнес. Вот что такое подстраховка. Сейчас этим методом очень пользуются криптовалютчики. То есть мы понимаем, что криптовалюты на сегодняшний день очень актуальная тема, интересная, трендовая тема, и одновременно это самая высокорискованная деятельность на сегодняшний день на планете. То есть больше рисков, чем в криптовалютах, не существует. И точно так же люди, которые хотят попробовать себя на этом рынке, понимают, осознают все риски, не хотят терять деньги. Они сначала заводят деньги на счет Виста, а потом берут займ и уже этим займом покупают различные монеты. Но не буду скрывать, я тоже этим занимаюсь. Занимаюсь этим исключительно через счет Виста, самостоятельно торгую на криптовалютных биржах. Будьте, кстати, внимательны, осторожны, потому что очень много финансовых пирамид сейчас существует, которые предлагают вам деньги в управление на криптовалютных рынках. Очень много закрылось. Если торгуете, торгуйте только самостоятельно. Никому не доверяйте свои средства. Получите опыт, знания в этом деле и страхуйте риски через счет Виста. И у меня есть тоже клиенты, которые именно подстраховались. И сейчас большая просадка на криптовалютном рынке. Но те люди, которые поступили грамотно, с головой, проконсультировались предварительно со мной, они сейчас эти деньги не потеряли благодаря счету Виста. Также можно купить жилье. И счет Виста очень хорошо работает в паре с жилищным кооперативом. Та же самая схема. Допустим, человек хочет купить себе жилье, у него есть деньги. Допустим, все 100%. Если квартира стоит 4 миллиона, человек может пойти и просто купить эту квартиру и потратить деньги. Много ума не нужно для того, чтобы за 100% денег купить квартиру. Намного больше ума нужно для того, чтобы и купить квартиру, и сохранить эти 4 миллиона у себя в кармане. И сейчас я покажу вам, как это можно реализовать с помощью наших финансовых инструментов. Мы, естественно, открываем счет Виста на эти 4 миллиона рублей. Далее берем займ 70%, что составляет 2 миллиона 800 тысяч рублей. И вносим в жилищный кооператив как 50% от стоимости квартиры. И мы понимаем, что 2 800 – это 50% от квартиры за 5 600. То есть таким образом мы нашему клиенту помогаем уже купить квартиру не за 4 миллиона, а за 5 миллионов 600. Вообще-то квартиры намного большие, находятся в лучшем районе. Ну, здесь, думаю, не нужно объяснять. Поскольку мы внесли 50% от стоимости объекта, мы получаем рассрочку под 0% годовых. И ежемесячный платеж у нас в этом случае составит 25 тысяч рублей. Но ведь 4 миллиона рублей у нас никто не забирал, мы не отдали их дяде за квартиру. Мы их надежно сохранили на нашем счете. И они у нас там лежат и приносят прибыль. И даже если они приносят 1% в месяц, а у нас в среднем 1,5-2% в месяц начисляется прибыль, даже если взять по минимуму 1% в месяц, то 4 миллионов рублей – это будет 40 тысяч рублей. Таким образом, у нас еще остается 15 тысяч рублей в виде пассивного дохода. Какой мы получили итог? Мы живем в квартире не за 4 миллиона рублей, а за 5 600. У нас ежемесячные платежи оплачивают счет ВИСТа, и сверху у нас еще остается 15 тысяч рублей. Можно тратить, допустим, на ту же самую коммуналку. Но нужно также понимать, что когда мы рассчитаемся через 10 лет за нашу квартиру, ведь те самые 4 миллиона рублей у нас никто не забирал, они как лежали на счете ВИСТа, как работали, так и работают, и уже все 40 тысяч рублей остаются нашими. Это уже почти московская зарплата. Таким образом, благодаря финансовой грамотности, опять-таки, благодаря консультации финансового консультанта, мы купили квартиру намного дороже, и мы сохранили наш капитал. Точнее, мы капитал, который должны были превратить в пассив, квартиру для проживания, мы превратили их в актив. То есть мы купили и квартиру, и получили источник финансового дохода. Вот что такое финансовая грамотность и азы финансовой грамотности. Те самые вещи, которым нас никогда никто не учил в школе. И не проблема, еще раз говорю, что пойти и просто потратить все 100% денег, для этого не нужно обладать какой-то грамотностью, каким-то умом. Далее, как у нас любят покупать автомобили с использованием счета ВИСТа. Та же самая схема, допустим, у человека есть 1 миллион рублей, и он просто хочет пойти и потратить их. Но мы же финансовый консультант, мы видим всегда на несколько шагов вперед. И мы делаем персональный финансовый расчет такому человеку, нашему клиенту, открываем ему счет ВИСТа на этот миллион рублей, берем ломбардный займ 700 тысяч рублей, и покупаем точно такую же машину, только не в автосалоне, которая выехала из этого автосалона несколько месяцев назад. Естественно, она потеряла в цене те самые 20-30%. Но через три года на счете ВИСТа у человека опять в доступе миллион рублей, поскольку этот займ за три года отбился из доходности. Что делаем мы? Мы продаем старый автомобиль, на котором катались три года, за 400 тысяч рублей, и добавляем их на счет к нашему миллиону. Таким образом, у нас на счете становится уже миллион четыреста, и поскольку мы закрыли, первый займ погасился у нас за три года, мы имеем право взять второй займ. Мы берем этот займ уже с миллиона четыреста, что составляет почти один миллион рублей. И таким образом, через три года мы поменяли свой старый автомобиль на новый и более дорогой, то есть классом выше. Следующий шаг пройдет еще три года, и я рассчитывал, что следующий этап будет займ на полтора миллиона рублей. Следующий автомобиль будет стоить уже полтора миллиона рублей. И по такой схеме, грамотно потратив один миллион рублей, мы уже без денег меняем наш старый автомобиль на новый, причем классом выше, каждые три года. Автомобилисты, если есть, то, пожалуйста, пользуйтесь этой схемой, потому что, еще раз повторюсь, просто так пойти и потратить деньги в автосалоне, да, это, конечно, престижно, но, может быть, это раньше было престижным, сейчас намного вы будете вызывать больше уважения, когда вы и купите автомобиль, и обеспечите себя источником финансового дохода. Минимальная сумма контракта для открытия счета Виста составляет 10 тысяч условных единиц. Это доллары либо евро, валюта на выбор. Но минимальный взнос составляет всего 10% от размера контрактной суммы. То есть не обязательно все 10 тысяч нужно будет положить на счет. Достаточно всего тысячи евро. Контракт является бессрочным. То есть не на какой-либо срок вы эти деньги кладете на счет, а он бессрочный. Естественно, компания Гермес Менеджмент, как любая управляющая компания, живет только за счет комиссии и зарабатывает на этом. Есть входная брокерская комиссия, которая составляет 7% от контрактной суммы, но, естественно, ее можно взять заим, поскольку вам доступен тот самый моментальный ломбардный заим. Активационный взнос составляет 100 евро или 130 долларов и платится всего лишь один раз в жизни. И существуют, конечно, ежемесячные отчисления. Это 0,83% либо 1% годовых от суммы портфеля. Это комиссия за управление счетом. И также вся прибыль делится в соотношении 80 на 20, где 80% компания отдает вам, а 20% забирает себе. Собственно говоря, это и есть главный интерес компании, ради чего она, собственно говоря, и существует. Давайте подведем итог, что же такое счет Виста. Счет Виста – это, в первую очередь, конфиденциальность. И, как я уже сказал, что компания занимается международной защитой капитала и имеет на это соответствующую финансовую лицензию. То есть, чтобы вы понимали, никто в России или в вашей стране не узнает о том, что у вас существует такой счет. И, естественно, с этого счета не нужно платить налоги, потому что та юрисдикция, где зарегистрирована компания, а именно Белис, там нулевое налогообложение. То есть налоги вы не должны платить с прибыли. Доступ к деньгам 24 на 7. Ваши деньги не замораживаются, как в случае с банковским депозитом. То есть, допустим, положили миллион рублей сегодня, завтра 500 тысяч сняли, послезавтра еще раз добавили. И таким образом, вот за месяц, сколько у вас в среднем лежало на счете, высчитывается среднесуточное количество денег, и на эту сумму насчитывается та самая доходность. Это пенсионные накопления. И как живут европейские пенсионеры, я вам показал, да, ту самую схему, когда сначала родители открывают ребенку счет при рождении, а дальше уже сам человек, достигнув совершеннолетия, трудоспособного возраста, начинает сам накапливать себе все это дело. И я и не сказал важный момент, что все это счет передается по наследству. То есть, в случае смерти деньги компания не забирает себе, а вы при регистрации указываете наследника, и потом этот человек распоряжается вашим счетом. Это выгодное и быстрое кредитование. Как я уже сказал, вы можете получить ломбарный займ под залог ваших денег в размере 70% под 7% годовых. Возможность передать по наследству, я уже это сказал, и превосходная доходность и защита капитала. Вот что такое счет Виста. Действительно, это уникальный финансовый продукт, аналогов которому не существует на сегодняшний день на рынке. И если помните, то вначале я говорил, что у нас нет никаких конкурентов, поскольку нам некого обходить. Действительно, такие условия по приобретению недвижимости никто не предлагает. Ну и, соответственно, уникальный такой счет Виста. Естественно, в России ни одна компания нам не предложит, ни один банк. Есть что-то похожее, есть российские управляющие компании, но там условия намного хуже. Естественно, доходность в рублях, с этого нужно платить налоги. Ни о какой конфиденциальности речи быть не может. Ну и, естественно, главный минус, что там деньги замораживаются на определенный срок, на три года или на пять лет. Ну и еще недоступность для среднестатистического человека, потому что нужно иметь много денег для того, чтобы открыть себе такой вот накопительный счет. Либо он еще называется индивидуальный инвестиционный счет. В банках есть такой продукт, как ИИС, индивидуальный инвестиционный счет. Вот это что-то похожее на счет Виста, но, конечно, нам еще далеко до Европы. И в России таких финансовых инструментов просто на сегодняшний день не существует. Ну и традиционный вопрос, что вам понравилось больше, выгодно приобрести жилье или возможность инвестирования. Лично я пользуюсь абсолютно всеми продуктами и инвестициями. У меня не один счет Виста. Сейчас я приобретаю себе квартиру, также, естественно, с использованием счета Виста, потому что я не собираюсь 10 лет платить жилищный кооператив деньги со своего кармана. То есть я сделаю так, чтобы счет Виста работал на меня и оплачивал мое жилье, мою квартиру. На этом у меня все. Сейчас я включу камеру, закрою слайды и посмотрим ваши вопросы. Так, открываю чат. Вопросов почему-то с каждым разом у нас все меньше и меньше, видимо. Так, Елена Хаперская пишет, что слышала информацию, что в школах собираются вводить предмет финансовой грамотности в старших классах. Было бы замечательно. Я тоже на сайте Министерства финансов видел программу по финансовой грамотности и что-то там пытаются, конечно, сделать. Да, действительно, если все будут финансово грамотными, то людям будет проще объяснять наш продукт, наши финансовые инструменты. Потому что сейчас то, что вы услышали, если, допустим, вы пришли в первый раз сегодня на нашу презентацию, вы, естественно, услышали для себя очень страшные вещи, какую-то сказку, какую-то фантастику. Несмотря на то, что этот бизнес в России, в СНГ, работает порядка 30 лет, вот такие счета, похожие на счет Виста, работают в России порядка 30 лет, но мало кто об этом знает. И сейчас, действительно, когда слышишь, что это первый раз, то становится страшно. Я когда в 2007 году еще, да, 11 лет назад впервые об этом узнал, тоже изначально не поверил, испугался всех этих цифр, но потом опять-таки разобрался и с тех пор занимаюсь этим делом. Поэтому хорошо, что это все доступно на сегодняшний день нам, что есть доступ к таким инструментам, ну, естественно, к знаниям. Так, ну, вопросов нет. Еще раз повторюсь, что с каждой презентацией, каждый четверг у нас вопросов становится все меньше и меньше, потому что, действительно, вы обращаетесь к своим финансовым консультантам, они вам все это дело объясняют, и вопросы могут быть только у новичков, кто приходит впервые сюда. Поэтому я благодарю вас за внимание, пользуйтесь этими инструментами. У вас есть персональный финансовый консультант, он сделает вам все расчеты, расчеты на жилье, сделает вам индивидуальный финансовый план в составе. Да, если у вас есть средства, которые вы хотите куда-то потратить, то поверьте, что этот человек поможет вам грамотно потратить эти деньги для того, чтобы сделать и покупку совершить, и получить еще и источник финансового дохода, то есть сохранить эти деньги для того, чтобы они вам приносили ежемесячную прибыль. Такие схемы я вам сейчас показал, как это возможно сделать. Обращайтесь к этому человеку, он профессиональный финансовый консультант и поможет вам во всем разобраться. Ну а мы встретимся с вами в следующий четверг. Спасибо за внимание и до новых встреч.